Приветствую вас, Наталья. То, что вы описываете похоже на привычку. То есть вы привыкли к тому, что человек рядом с вами. Рядом с вами. Это первое. И, соответственно, адвокатеры, ну, мягко говоря, болеют больно, потому что это что-то новое. Это то, чего в вашей жизни не было до этого. И привыкать к чему-то новому, адаптироваться к чему-то новому, к сожалению, всегда сложно. Это всегда болезненно, потому что так человек получает новый опыт. Мы делаем, как вы сами относитесь к боли, как вы сами относитесь к таким трудностям и так далее. Интерес, помимо всего прочего, представляет здесь еще и следующий момент. Это хорошо, представляет интерес. На мой взгляд. Вы боялись причинить боль партнеру? Вы как-то пришли к этой мысли, к этой идее, что можете причинить боль партнеру. Это может быть связано только с определенными внутренними конфликтами и противоречиями. Например, такими конфликтами и противоречиями, как чувство вины. То есть, условно говоря, у вас есть склонность к тому, чтобы себя бичевать. Это то, что вы можете делать, да, по отношению к себе. Себя бичевать. Соответственно, человек может себя бичевать только в том случае, только тогда, когда он себя обесценивает. Либо обесценивая, возвеличивает, либо возвеличивая, обесценивает. То есть, я хочу сказать, что совершенно не случайно вы встречались с человеком так долго из-за страха, что вы можете причинить ему боль. Это не случайно. Этого важно понимать. Это не случайно. И у этого есть основания, что вы так к себе относитесь, таким образом к себе относитесь, что для вас возможно игнорировать себя, свои собственные чувства, свои собственные ощущения, свои собственные проживания. Я радую того, чтобы не причинить боль другому человеку. Собственно, вопрос. И вопрос такой. А что страшного произойдет, если вы причините боль другому человеку? Как получилось, что вы пришли к той мысли, что обидеть человека, не обидеть человека, важнее ваших чувств. Что не причинение боли стоит обману. Я вас не обвиняю. Я просто хочу понять, как вы сами себе все это объясняете и структурируете. Может быть, у вас изначально есть позиция, что вы, например, недостойны любви. Или что вы, например, или что вас не могут любить. То есть, вот что это такое. И это очень важно, потому что те представления, которые вы себе сами внушили, вероятно, они и не позволяют вам быть той, кто вы, кто вы есть. К сожалению. Но это можно исправить. Если вам хочется. То можно подкорректировать. Как можно подкорректировать и вашу потребностную сферу. Невозможность. Невозможность. Условно говоря. Невозможность. Полагаться на себя. Сотребность. А в другом. Человеке. Нужда. Человеке. Как он там. Ну, как он. В условном. Костыле. Например. Мег. Сомнен. Мег. Всё это. Но можно. Скорректировать. При. Желании. Если такое. Желание. У вас. Присутствует. Присутствует. Вот. И дело здесь. Ам. Как я надеюсь, что вы их понимаете. не в причинах. Дело здесь не в причинах. Дело здесь в том, какая у вас стратегия жизни. Именно она, стратегия жизни, ведет вас по тому пути, который вы, соответственно, не выбираете. Проблема лишь в том, что жизненная стратегия, она одна, а в какой-то степени ожидания от этой жизненной стратегии одни, и получается, что есть нехилая такая разница между тем, что я от своей стратегии жду и ожидаю, что я от своей стратегии ожидаю, что я от своей стратегии хочу. И то, что на самом деле происходит, то, что на самом деле нет событий. То есть это, ну, грубо говоря, это разные вещи. А другой стратегии у вас, вероятно, просто нет. То есть, как можно по-другому, вы, может быть, даже не знаете. Ну и, соответственно, вас этому можно научить, если вы хотите, конечно. Если вы хотите, то можно научить вас этому. Но только если вы этого хотите. Сначала нужно все структурировать и четко понимать. Что я хочу. Что мне нужно. В чем я нуждаюсь. Вот. И дальше уже. Работать. В направлении. С того, что вам действительно нужно. Основная проблема, мне кажется, в том, что вы обесцениваете свои чувства. Вот. Мне кажется. Вот. То есть это прям, ну, достаточно сильно ощущается, что вы обесцениваете себя. Вот. И, как бы, ну, возможно, возможно, обесценивая себя, вы увеличиваете другого человека. Вот. И, как бы, хорошего. Для вас хорошего в этом нет ничего. Потому что, вот, платите вы за это, по сути дела, по сути дела, жизнью без любви. Вот. И только вам решать, что вы будете с этим делать. Только вам решать, как вы будете поступать, ну, в дальнейшем, в этой ситуации. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Я желаю вам всего самого доброго. Удачи. Надеюсь, что ситуация будет разрешена.